Распродажа золота в Архейдж и прокачка по очень вкусным ценам вы найдете на сайте краба.ру. Ссылка в описании. Жми и убедись в этом сам. Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Видеобомба и я FAKIN'GAME. Сегодня речь пойдет о фарме библиотеки. Мы с вами рассматривали уже много разных способов фарме библиотеки. Милишниками, магами, луками. Но мы не рассматривали пати фармы. Но так как ребята из моей пати, из моей тимы немножко заняты. Даня учится, Дима вообще куда-то пропал. А Серега на работе. Я загрузил всех своих трех твинков в три окна и пошел фармить библиотеку. А что с этого получилось, вы сможете сейчас посмотреть сами. Поехали. Ну что ж друзья, рассмотрим способ фарма в три окна. Это мои два твина, как вы помните. А это сам я. Ну что ж, поехали. С книжечек начнем. Оп-оп. Захватик. Подбегаем поближе. Метка. Это. Это. Переключаемся в следующее окошко. Вороны. Огненный дождь пошел. Упал метеорит. Вот так. Через схватку восстанавливаем ХП. Дыхание Дауты. И огненный дождь. Восстанавливаем МП, ХП. И поехали дальше. Колодец кастую бордом. Баф на деф. Баф на ХП. Погнали. Шкаф. Тролль. Сундук. Вот как-то так вот получается у меня. Вроде неплохо. В три окошечка. Жачить. Жачить, жачить, жачить. Восстанавливаем ХП. Иногда хаваю я пустую похлебочку. Она очень дешевая. Там несколько серебришка она стоит вообще. Ерунда. Получается. Кстати, очень удобная функция. У программки многооконки. У нее автолут есть. В автоматическом режиме поднимается лут. И все. Погнали обратно. Квадрат. Немножко будет фрезить. Потому что будет бандикам глючить. Вороны. Вороны. Попробуем через веточку мистицизма сработать сейчас. Вот так вот. Вот так. Отдыхание дауты. Очень прикольненький такой скилл. Все. Готово. Похлебочка. Восстанавливаем хп. Подливаем хп. Колодец кидаю через раз бордом. То есть раз кидаю, раз не кидаю. И третий круг. Поехали дальше. Сейчас сделаю еще один кружок. И покажу вам как это выглядит. Во всех окнах. Если вам интересно. А я думаю что интересно. Как это выглядит во всех окнах. Кстати я заметил через мистицизм. Последний активный скилл. Немножко даже быстрее убиваются мобы. Наверное через него. Сейчас еще один кружок. Тогда сделаю. Посмотрю через него. Будет наверное лучше все таки работать. Памп практически не проседаю. А если даже и просел. Делаем упасть замертво. Быстро восстанавливается мп. Плюс подливаю хилом. У хила быстро восстанавливается. МП. Так. Сейчас колодец не откатился. Короче колодец кидаю через круг. Круг кидаю. Круг не кидаю. Вот здесь моб. Не всегда прорисовывается. Книжечка не всегда она прорисовывается. Почему то так. Начало поболее фрезить. Квадрат. Клинки. Вороны. Метеор. Клинки. Вороны. На землю заморозка. Это. Это. Ну и все. В принципе можно клинками подобивать. Остальное само догорает. Вот так вот выглядит это все дело. С одного окна. Давайте же покажу вам как это выглядит со всех окон. Ну что ж. Поехали. Колодец. Защита. Хил. Погнали. Малыш что-то разнервничался. Не обращайте внимания. Там он играет погремушками. Да. Сундук. Квадрат. Подбегает. Подбегает. Клинки. Вороны. Метеор. Тут клинки. Вороны. Лед. Рассказ. Клинки. Вороны. И здесь так. Здесь так. 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 И добиваясь клинков. Все. Ну вот как-то так ребята это все выглядит. Давайте еще кружочек. На верочку. Не знаю. Мне нравится соло даже одному. Намного интереснее. Оно как-то драйв такой. Я вот уже фармлю. Ну чтобы не соврать. Часа четыре точно фармлю. Вот. И как-то так мне интересненько оно все. Я не говорю что это панацея для фарма. Опять же я никого не заставляю так фармить. Создавать по три персонажа. Просто у меня их есть три. И я решил себе так пофармить сегодня. И решил с вами поделиться. Так сказать способом. Не способом. А методом как я это делаю. Все готовы все. Видите все книжечки. Все поднимается. Опыт поднимается. Все это дело у нас все четенько работает. Так сейчас я проверю. Все работает. Микрофончик работает. Ну что еще кружочек. И наверное хватит. Я думаю смысл и принцип понят. И донесен мною до вас. Так немножечко. Есть у меня посох для хила. Чтобы он больше хилил. Вот. И второй посох переключаюсь я. Для того чтобы уже дамажить. Как-то так получается. Не знаю хорошо или плохо. Но за сегодня за 4 часа я уже выфармил довольно немало голды. На аукцион уже поскидывал много красных и синих камней для заточек. Вот. И мне это нравится. Где-то около 600 голды за 4 часа я выфармил. С всеми персонажами. Вот. Как-то так выглядит фарм в 3 окна. Вот. Если хотите. А я думаю что хотите. Еще один кружочек. Я сделаю. Я что-то посмотрел. Что-то бандикам был на паузе. Не знаю что снялось что не снялось. Еще один кружок сделаю для наглядности. Тут через стол нельзя атаковать. Блин. Из-за того что бандикам снимает. Немножко меня подплющивает. Все получается намного медленнее. Очень сильно фрезит. Поэтому получается медленнее. Все. Вот так вот ребята. Так что если у вас несколько окон. Можете попробовать. Очень прикольно и как бы занятно так фармить. Не знаю. Мне очень нравится. Это не то что одним магом стать. И бить тупо фаерболами через ледяную стрелу. Так как я это показывал раньше. В 3 окошка намного веселее. И ты не успеваешь как бы заметить даже как пробегает время. И фарм достаточно хороший. Эквип у меня на главном персонаже вот такой вот. Это иерамистский оккультист 44 уровня. Его вполне достаточно чтобы здесь фармить вот таким вот образом. Еще нету у меня самого главного. Нету у меня 46 уровень. Кстати 6 уровней я сегодня накачал воодушевление. Осталось еще 4 уровня докачать. И будет у меня рапсодия. То есть будет играть у меня бард еще рапсу. И когда я буду забегать. Ставить квадрат, клинки, вороны, метеор. Будет влетать под рапсой. Вот. А потом уже будет идти раскаст барда. Или даже я поменяю их местами. Чтобы бард мог дольше играть рапсу. Да. Наверное я их поменяю местами окошки. Это поставлю поближе. Чтобы бард мог играть рапсу подольше. И вот этот тоже весь рассказ будет влетать под рапсой. Ну да. Так будет намного интереснее. Тоже больше дамага получится. Наверное бард только успеет клинки и вороны дать под рапсой. Ну что ж друзья. Перейдем к итогам. Но перед тем как перейти к итогам. Ребята. Все таки покажу я вам профицит. Который сегодня я сделал. За. Получается 4 с половиной часа. 718 голды. Вот в 3 окошка я сделал. Перед тем как идти фармить. Я всю голду до нуля выложил. Выложил в этот самый на склад. Она там у меня лежит. И вот у меня конечно очков работы. Я слил где-то около 4 с половиной тысяч. На каждом персонаже было где-то по 4-3 с половиной тысяч. И вот так вот на мне было 4 с половиной. Вот. Можете себе посчитать сколько кошельков я открыл. Ну что ж. Хорошего вам фарма. Подведем итог. Ну что ж друзья. Подведем итоги. Первое. Лично от себя хочу сказать. Что в 3 окна фармить намного веселее и профильнее. Лично я не успел даже замечать. Как у меня заканчивались закладки. Настолько быстро бежало время. Потому что ты постоянно занят. Занят. Постоянно передвигаешься между окнами. И время летит очень быстро. Такой фарм я бы даже сказал что он увлекает. Чего не могу сказать про занудные фармы в одно окно. Профиль который я смог выформить где-то за 4 часа. 4 с половиной. Где-то так я фармил. Это 700 с хвостиком голды. Еще на аукционе остался один синенький кристальчик для крафта. Заточки на броню. И еще там кое-какая пыль. Профит еще вырастет. Когда я все 3 окна качну в 55 уровень. Когда будет максимальный домах света. Когда я одену всем хотя бы эфиристские посохи. Потому что там обычные стандартные посохи. Которые давались из коробки. Только у меня эфиристский синий. Плюс значительно вырастет домах. Если хотя бы я сам докачаюсь до 55 уровня. И у меня будет последний скилл из волшебства. Молния вносит просто настолько большой домах. Что просто это загляденье. Это фармить будет в одно удовольствие. И я думаю что с молнией. Профит можно будет где-то увеличить до 1000-1300. Плюс мобы. Они уже будут 51 уровня. 52. И они будут намного легче биться. Ну что ж друзья. Не знаю больше что сказать. Вроде бы все сказал. Все очень просто. Я никогда не стараюсь усложнить себе жизнь. Три окна. Один хил. Один полубар. Полумах. Один полухил. Полубар. И я. Такой танк. На 16500 хп. Вот. Все отлично. Все легко фармится. Ну что ж. На этом наверное все. Ставим лайк. Подписываемся на канал. И ждем нового видео. Маленький анонсик. Следующее видео будет для новичков. Как заработать 50-100 голды в сутки. Ну что ж. Пока. С вас лайк. Подпись. С меня. Новые классные видео.